Прикольно, что в своих переделках ты никогда не останавливаешься. За три года уже, мне кажется, ты чего только не попробовала. Ну да. Как правило, это не связано с тем, что что-то оказалось некомфортным, а просто, на самом деле, прикольно, когда ты можешь поменять что-то очень быстро и что-то новое попробовать. Соответственно, с этим ты уже начинаешь какой-то опыт приобретать от того, что действительно работает, что там точно не сработает и так далее. Тань, давай еще поговорим про декор и про текстиль на кровати. Потому что, да, у тебя активная комната по декору, и надо понимать, где это все брать. И если у тебя есть классные советы, мы их с удовольствием послушаем. Да, значит, постельное белье – это остатки былой роскоши из Икеи. У меня достаточно было много постельного белья. Расскажу небольшую историю о том, что недавно квартира была полностью затоплена по полу. И огромное количество моего текстиля, включая постельное белье, полотенце, и вообще все, что могло впитать воду, оно все ушло, кануло в лето вместе с водой, которую оно впитало, потому что спасти множество комплектов не удалось после того, как я пыталась как-то этот потоп ликвидировать. Вот, ну вот это постельное белье уцелело. Подожди тогда, подожди, сейчас вернемся к белью. Гораздо более важный вопрос. Что стало с полом? Ничего. Он бросок. И из чего твой пол? Это, вы не поверите, тот самый прекрасный ламинат за 3 копейки из Леруа. Ну, насколько я помню, в прошлом видео я, по-моему, говорил, по-моему, тот ламинат, который в гостиной лежит, он стоил в районе там 350 рублей за квадратный метр. А здесь, вот я помню, до Приполи он называется, и он стоил там 560 рублей, по-моему. В общем, все выстояло. Но есть лайфхак, и я прекрасно помню, что мы его проклеивали. То есть мы проклеивали каждый стык гидрокаким-то клеем, и, соответственно, вот, наверное, я думаю, что это тоже спасло. Ну, и, конечно же, спасло, что это сталинский дом, что здесь перекрытие, толщина перекрытия очень большая, и, соответственно, какого-то ущерба сильно это не нанесло. Бетон просох, и все. Вы сами себя затопили? Это была моя ошибка. Вот, да, соответственно, в ванной сетехника унитаз взбеленился, и из него начала вырываться просто водопадами вода. Но, и на самом деле, это я косякнул, потому что я не совсем правильно воспользовалась унитазом. Кошачий наполнитель, который должен был растворяться в воде, почему-то не растворился. Хотя на упаковке было написано и заверено, что все будет как в чудесном фильме, но так не случилось. И, соответственно, он каким-то образом там этим комком застрял. Может быть, я там слишком мобильное количество его утилизировала, да, разом. Вот, соответственно, он застрял там, и я прекрасненько не услышала, что вода продолжает бежать. Ну, и, собственно говоря, там где-то за час, наверное, набежала полная квартира. Я в этот момент смотрела фильм и встаю с кровати просто ногами в воду. Думаю, ну, прекрасно. В общем, это все ночью еще глубокой произошло. Соответственно, здесь прям был экшен вообще со сбором воды. И просто вспоминание всех молитв и всех слов, которые могли бы мне чем-то помочь. Но, как видите, ничего, в общем-то, не произошло. Соседи ко мне так и не пришли, я их ожидала. Но все в порядке, ничего не просочилось, видимо, из-за того, что выполнена все-таки была подложка. Выполнена была проклейка швов. И, соответственно, все как-то удалось избежать страшных последствий. Так, ну и вот ты оказалась без постельного белья. И что ты придумала? Да. На самом деле на Валберис есть прекрасное количество комплектов, которые либо аналогичны Икеи, либо прям вот та же фабрика отшивает и так далее. Поэтому, собственно говоря, никаких проблем обзавестись новыми комплектами не возникло. Вот. Ну, сейчас вот поселен тот, который уже был у меня, который остался в целом. Ну, а так я несколько комплектов еще приобрела. Что касается текстиля, да, Мипле тоже с Валберис. Что-то там в районе тысячи рублей он стоил. Он достаточно большой, по-моему, 220 на 200. Ну, он здесь такой выполняет элемент... Даже скорее не декор. Я его больше покупала для того, чтобы можно было плюхнуться на кровать, когда смотришь фильм на проекторе, например. Ну, и, собственно говоря, там просто закутаться в него и как-то в нем проводить время. Потому что, ну, как ты, наверное, помнишь, у меня котик, вот, Марушечка лежит, отдыхает сейчас в данный момент на постели. Еще за это время у меня появилась вторая кошка, Кола. Вот. И они вот очень любят чилить здесь на кровати. В общем, для них. Я думаю, плед им тоже нравится. Да, когда было холодно, они прям вообще отлично в нем обитали. Подушки. Это те же навыки, что были в прошлый раз из H&M. А данный вот прелестный чехол, он такой прям плотный, хорошего качества. Магазин называется Синсай. Сейчас он, по-моему, называется Син или как-то так. Там тоже полно всяких предметов для декора. В принципе, можно выкрутиться вообще легко и просто. Что касается проектора. Проектор я купила для того, чтобы попробовать, на самом деле. Я взяла бюджетную модель для того, чтобы попробовать, протестировать, насколько действительно он будет в пользовании. Насколько действительно он будет применяться. На самом деле, я поняла, что это лучшая вообще покупка прошлого года. Потому что он используется каждый день. Проецируется он просто на огромную стену, которая вот с той стороны от кровати находится. Потом, если получится, можно будет прикрепить видео, как это все вечером выглядит. Как можно воспользоваться проектором. Каждый вечер его включаю, либо смотрю какие-то клипы, музыку слушаю и так далее. У него достаточно неплохой звук. Управляется он пультом. В общем-то, тут все очень элементарно. Элементарная абсолютно установка. Вот я тут нашла в Leroy пулочку в цвет стен. Прикрутила ее своими руками и, в общем-то, так вот выкрутилась из этой ситуации. У меня еще вопрос про кровать без изголовья. Вот она пожила там, там, там и там. Но вот на стене я вижу никаких последствий не осталось от того, что она сейчас здесь стоит. Да, никаких последствий нет. Ну, здесь есть какие-то изъяны от постоянно перевешивающихся полочек и так далее. Раньше у меня здесь была полочка с духами. И, соответственно, здесь внизу стоял этот красный комод. Сейчас полочку я открутила и перевесила ее в прихожую. Там у меня стоят диффузоры и всякие спреи для ароматические. Вот, соответственно, здесь остались только две дырки от этой полки. В целом никаких проблем со стеной не произошло. Ну, не знаю, может быть, мы не так головами беремся часто об стен. Ну, в общем-то, все нормально. Красочка, видимо, устояла. Вот, да, надо указать, какая красочка, чтобы... Да, это Тикурила Европауэр цвет V448. До сих пор помню. Вот, соответственно, без проблем она, я думаю, все еще продается. Можно ее приобрести и заколеровать в этот оттенок.